Каким образом сделать так, чтобы посетитель нашего сайта, в том случае, если ему понравился наш контент, ну вот, например, материал запись в блоге номер 3, мог поделиться этим контентом в социальной сети, одноклассники, фейсбук, вконтакте и так далее. Чтобы скачать соответствующее расширение, мы идем на сайт, который нам уже известен, extensions.joomla.org, и здесь выбираем раздел Social Web. Достаточно много различных категорий здесь присутствует, выбираем Social Share. Здесь есть популярные расширения, ну вот, возьмем Nice Social Bookmark. Точно так же, как и в любом расширении, проверяем версию, обновление, ну и, конечно, смотрим демо. Вот таким образом выглядит данное расширение в действии. Кнопочки, и есть одна определенная особенность. Мы здесь не видим наших социальных сетей. То есть, да, есть Facebook, есть Twitter, но нет одноклассники, ВКонтакте. Каким образом поступать? Ну, естественно, у расширения смотрим вот здесь в описании, какие сети предоставляет данный разработчик. Плюс можно вбить вот здесь ключевое слово ВКонтакте, к примеру, и уже смотреть, какие разработчики в принципе знают о данной социальной сети и что они предлагают. В принципе, можно обратить внимание на разработчиков JL, это JoomLine. Данная группа разработчиков создает продукты, которые позволяют делиться контентом в наших социальных сетях. Я думаю, что это наши соотечественники. У них есть сайт JoomLine, поэтому все на русском. И как раз их компоненты, плагины, модули позволяют работать с нашими социальными сетями. Что нам нужно? Нам нужен плагин JL Like. Социальные кнопки JoomLine, JL Like. И заходим вот сюда в возможности. Смотрим, какие социальные сети поддерживаются. Facebook, ВКонтакте, Twitter, Одноклассники, Google+. Нам этого достаточно, здесь присутствуют основные социальные сети, наиболее популярные. Что мы делаем дальше? Нажимаем скачать. Открывается страничка. Последняя версия. Нажимаем View Files. Совместим с Joomla 3. И нажимаем Download Now. Сохраняем данный плагин. Далее заходим в админку. От администратора. Нажимаем расширение. Менеджер расширений. Загружаем файл пакета. Нажимаем Choose File. И выбираем наш плагин JL Like. Открыть. Нажимаем Загрузить и Установить. Появляется сообщение. Установка плагина успешно завершена. Идем в расширение. Менеджер плагинов. Вот он. Joomla 1. Он пока отключен. Стоит крестик. Заходим. Смотрим, что у нас здесь есть. Основные параметры. При установке любого расширения возникают вопросы, как его настроить. Рекомендую всегда сразу обращаться к официальному источнику. Здесь есть настройка. Нажимаем. И здесь нужно просто вставить свой сайт вот сюда в приоритетный домен. Поставить авто добавление. И дальше уже отметить Facebook, ВКонтакте, Twitter. То есть те социальные сети, которые нам нужны. Здесь по умолчанию везде стоит Да. После этого нажимаем Сохранить и Закрыть. И не забываем включить данный плагин. Теперь заходим на сайт. Обновляем его. Идем в мой блог. И, например, в третью запись. И видим, что под нашим материалом присутствуют социальные кнопки. Нажимаем Facebook. Можем сделать комментарий. Нажать поделиться ссылкой. И ссылка будет опубликована в Facebook. В ВКонтакте. В ВКонтакте то же самое. Twitter работает. Одноклассники тоже. И Google+. Делаем комментарий. Тоже публикуем. Таким образом появились социальные кнопки на блоге. Бесплатный материал. Тоже кнопочки имеются. И консультация по Skype. То есть платные продукты. Тоже кнопки есть. Теперь возникает вопрос. А что если я хочу, чтобы в платных продуктах не было данных кнопок? Ведь, возможно, есть какие-то материалы, которые мне не нужны, чтобы пользователи могли публиковать в социальных сетях. Тогда я иду в настройки данного плагина. И вот здесь в основных параметрах есть такой пункт, как «Исключить категории». Я сюда нажимаю и выбираю «Консультационные услуги» и «Сервис». Нажимаю «Сохранить» и «Закрыть». Иду на сайт, захожу в блог. Запись в блоге любую нажимаю, например, вторую. Здесь есть эти кнопки. Бесплатные продукты. Книга. Кнопки есть. Платные продукты. Скайп. Кнопок нет. То есть в данной категории они отсутствуют. Личная встреча. Тоже кнопок нет. Сервис. Кнопок нет. И раскрутка сайта. Тоже кнопок нет. Таким образом, через настройки плагина мы сами указываем, где данные кнопки поставить, а где нет.